Я знаю, что многие девочки, которые вступают в отношения с иностранцами, с европейцами, да, возьму их, например, с итальянцами, с немцами, они пребывают в таком шоке от того, что эти мужчины предлагают им отношения 50 на 50. Типа, боже, что делать? Нужно соглашаться, короче, нужно соглашаться, пока вообще мужчина что-то предлагает. И они вступают в эти отношения совершенно на невыгодных условиях для себя, начинают выполнять функции женщины, живут с ними в гражданских браках, в этих 50 на 50 отношениях. И мужчины просто продолжают наслаждаться этой жизнью, у них всё хорошо, они не собираются жениться, они не собираются брать какие-то обязательства по отношению к этой женщине. Поэтому, девочки, я вообще настоятельно вам рекомендую качать свои права. Я лично так и вышла замуж за немца, мой немец был тоже весь такой приличный себя, типа приличный весь такой себя, не меркантильный, нет-нет-нет, он только про высокую любовь. И какой ужас, какой кошмар, Юля, мы же должны всё 50 на 50, и деньги, и любовь, у нас всё 50 на 50. Я ему говорю, нет, мы так не должны, у меня так не будет, и с тобой в гражданский брак я не поеду, и 50 на 50 я жить с тобой не собираюсь, если ты хочешь со мной жить 50 на 50, ради бога. Но на моих условиях тогда мы с тобой всё делим 50 на 50, спим в разных комнатах 50 на 50, живём как в общежитии в одной квартире и встречаемся с тобой по выходным. Вот так я согласна 50 на 50, на другие условия нет. И, девчонки, я могу вам сказать, что они, конечно, иностранцы в шоке сначала от такого, а потом они проникаются, они начинают нас ценить. И я своих девочек на курсе маркетинг-отношений учу, как продавать мужчинам свои условия, потому что маркетинг об этом знает всё. Писью, как продавать, в общем. Ребята, всем здорово, саночной связи. Ребят, вот просто же продавцы воздуха, да, ну продавцы воздуха. Такое чувство, знаете, как будто они приехали в Германию, в Италии куда-нибудь ещё, там вот, допустим, для какого-нибудь условного немца, вот все немки, они вымерли, нету, да. Вот нету немки, которые согласны 50 на 50, которые за более-менее адекватные отношения, да, она там не королева там и так далее, да. Нет, он их всех забыл, они все как-то там вымерли, не знаю, уехали, короче, их нету, да. Она приезжает, эта королевна, как бы, да, вот строит им, как она сказала, качать права начинает, да. То есть, типа, либо ты платишь, либо писью не получишь, да. И он, боже, упал на колени, всё, проникся, как она начинает проникаться, да. Чё, серьёзно, вот это вот верят люди, да, вот это чё, правда, что ли, вот так вот работает, да. Бабы покупают там за миллионы, блин, этих бабокусы у них, да, и верят в эту чушь. Чё, серьёзно, что ли, немец предпочтёт её, а не обычную, нормальную, симпатичную немку, которая согласна на более-менее адекватные отношения. А в чём там разница пизды, я извиняюсь, чё, химический состав разный, что ли.